Поэт Литературных премий А потом уже в процессе передачи я узнала И вы узнали тоже Что он и спортсмен И много общественной работы И оказывается он издатель Закончив МИФИ Это Московский институт Инженерно-физический институт Вот так вот Так вот сегодня у нас снова на передаче И мы уже будем говорить не то что Не от мира сего Но и от мира сего тоже Потому что живем-то мы всем в мире К сожалению и кусок хлеба тоже нужен Конечно нужен Нина Васильевна Я бы хотел сегодня действительно рассказать побольше Именно об издательской деятельности О том как в нашем Непростом мире сейчас Человеку сложно найти Автора своего издателя Да и сложно достучаться До своего читателя И вообще творческому человеку Жить сейчас ох как нелегко Очень нелегко это правда Вот и я наверное давайте расскажу Как в общем-то эта идея появилась Идея создания Своего издательства Потому что когда вот мы с прошлой передачи С вами говорили Да У меня стали накапливаться стихотворения Я подумал в какой-то момент времени Что пора издать свой авторский сборник Свою книжку первую Вот и я ее издал Просто нашел в интернете Набрал там издать книгу Вот и несколько вариантов Выскочило естественно Да я там связался Позвонил Написал Мне ответили Вот пообещали там Определенные преференции И бонусы Вот Ну за все естественно Нужно было платить деньги И немалые С бедного поэта Как я сейчас понимаю Да Потому что уже С высоты своего издательского положения Деньги были очень немалые Вот И когда я с этим столкнулся С этим миром И понял Что зачастую То что издатели обещают Начинающему автору Который к нему только пришел Да вот поэт пришел И доверил Издательству Свои стихи Это свою душу Свою душу можно сказать Открыл А издательство ему говорит Так ну хорошо Давайте Присылайте ваши стихи И деньги на бочку Оплачивайте Да вот договор Оплачивайте деньги Стопроцентная предоплата И потом Мы тогда вас напечатаем И мы вас туда-то Мы вас сюда-то Значит вашу книжку Она пойдет там в магазин И так В наш интернет-магазин И так далее Вот я на это дело Естественно купился Не имея большого опыта Такого вот В литературном мире И несколько книг Я издал вот так вот Но потом Когда я вступил В Союз писателей России Стал общаться С другими поэтами С другими писателями Я понял Что нас в общем-то Авторов Очень здорово Обманывают Не совсем чистые Ну да Пользуясь нашей доверчивостью Да Пользуясь доверчивостью Тем более что люди творческие Они как правило И не думают Об этих вот Да там Они думают только О своем творчестве И как выясняется Никто издательство Оно напечатало ему Там некое количество Экземпляров А дальше Обычно оно забывает Об авторе Ему не нужно Дальше заниматься Распространением книг Особенно поэзии Потому что поэзию Сейчас в наше время Я сам столкнувшись С работой С книжными магазинами Я понял что не покупают Или покупают Очень мало Либо нужно издавать Книгу Настолько яркого Автора И настолько Вот в хорошей Как встречают По одежке Настолько мощную Книгу нужно издать Чтобы она хоть как-то Расходилась И то это хоть как-то Магазин Вот сейчас мы работаем 5-10 экземпляров Заказывает магазин Не более А дальше уже Смотрят реализацию Если книга Быстро раскупилась Людьми Ее еще закажут Может даже штук 50 Всего штук 50 Всего Вот Я это к тому говорю Что вот как появилась идея Создать свое издательство Мы стали общаться В Союзе писателей России В Московской областной организации Заместителем Председателя правления Которой я на сегодняшний день являюсь И мы постоянно сталкивались С той проблемой С той ситуацией Что надо издавать Наших авторов Авторы хорошие Но где издать Те издательства Что вот есть Автору отдает его экземпляры Получает за это денежки И немалые Как хорошо Устроились И дальше Издательство В общем-то Получив свою прибыль Оно забывает об авторе Автор мечется С этими Книжками С огромным тиражом Своими Своим тиражом Который он оплатил И именно в гаражах Порой Да Они пылятся Они портятся Эти книжки Вот И зачастую даже И СБН Без которого Это номер Индивидуальной книжки Без которого магазин Не может ее взять Ну да Даже и СБН Там либо его нет вообще Либо он какой-то Левый Неправильный Да Потому что СБН Стоит денег И в российской Книжной палате А ныне это агентство И Тартас Наше издательство Постоянно покупает СБН Номера Да И они стоят Определенную сумму Но Как я выяснил В процессе работы Многие издательства Просто их Не покупают А ставят Так скажем Да Купили 10 штук Когда-то И вот они Их дублируют Ставят Даже до такого Это уже мошенничество Называется Но Как это не грустно Такие факты тоже есть Слава Богу Не так много Что тогда делать И вот делать уже нечего То есть что написано Пером не вырубишь топором И СБН этого нет Можно только жаловаться На издательство В книжную палату Ну а там И самому продавать книги Да И самому продавать книги Кто как Кто в электричках ходит Да У нас такие есть писатели И поэты читают свои стихи И жалко Но наше издательство Мы поэтому и организовали Издательство Серебро слов С той Красивой издательства Серебро слов Серебряный век Ну Серебряный век У меня к нему свое отношение И у вас наверное И у меня свое отношение Хотя конечно там Талантливые Гениальные люди Поэты Ну нам понравилось Это название Я и мой партнер Хороший поэт Издатель Денис Викторович Минаев Он живет в Коломне И там мы и основали Наше издательство В Коломне? В Коломне Да В этом древнем Русском городе Вот И мы договорились Что вот Там хорошая типография Выбили мы неплохие себе условия На то Чтобы нам они печатали Книги Со скидками Вот Заключили мы договора С крупнейшими торговыми сетями России Такая сеть Читайгород есть Да У нас с ними договор Во всех Во всех регионах Есть магазины Читайгород И я могу сейчас сказать Вот честно Любая книжка Которая у нас выходит В издательство Мы сразу же Как только она вышла Из типографии Мы несколько экземпляров Берем И предлагаем Описываем эту книгу И отсылаем Данные об этой книге В магазин Читайгород И в крупнейший магазин Европейской части Библиоглобус А там покупают Простите? Да У нас есть заказы Вы знаете Заказы есть Опять же скажу Небольшие Поэзию не покупают Поэзию не покупают Абсолютно Очень мало покупают Но даже вот Иной раз Одну книжку просят Три Пять книжечек Больше покупают Прозу Больше покупают Очень хорошо покупают Детские книги Детские, да Потому что Дети наше все Дети наше все Вот Но По крайней мере Мы эту книгу Предлагаем И Магазин У них свой отдел Маркетинга Они смотрят Кто автор Как сделана книжка Какая цена А цену мы даем Минимальную В магазин Да То есть практически По себестоимости Работаем Только ради того Чтобы То есть прибыли никакой С магазинов нет А как же вы живете Прибыли нету Мы живем опять же Да Потому что авторы У нас издательства Коммерческое Мы конечно же Они оплачивают Какую часть Своего тиража Которую они себе возьмут А вот то что У магазина идет То есть там Ну вот Мы по себестоимости Авторы оплачивают Только ту часть тиража Которую себе берут Которую они себе берут Но это тоже вам ведь Не выгодно Это не очень выгодно Здесь в общем-то Наше издательство К сожалению Пока что Альтруистическое Я бы так сказал Да Потому что я уже говорил Что у меня Основной мой бизнес Он связан с другими Продуктами Да И здесь вот это именно Такая душевная Отдушина издательства Да И оно существует До сего дня Хотя уже 4 года Мы живем Оно в общем-то На дотациях Сейчас детской Литературы почти нет Нет ее И у вас вот такая Чудная книжечка Стихи Глазами детей Да Мы объявили Детки сами рисуют Вы посмотрите Дорогие телезрители Какое чудо Какие талантливые Дети Иллюстрируют стихи Автора Владимира Сопрыкина Владимира Сопрыкина Из Анапы Я лично принял его В Союз писателей России Приезжал в Анапу Прилетал И привозил удостоверение Пизодательское Замечательный человек Замечательный человек Автор инвалид К сожалению Да Вот он полковник Химической защиты В отставке Вот пишет Прекрасные детские стихи А мы объявили на сайте На нашем У нас есть сайт Издательство естественно www.твоякнига.ру На нем вы можете всегда Зайти посмотреть Наши новинки Наши издательские проекты Литературный форум И вот мы на сайте Объявили такой конкурс Для детей Чтобы они проиллюстрировали Чудные рисунки Книгу Своими рисунками Стихотворения И конечно же У нас не только детские Да у нас есть замечательные Вот Денис Викторович Минаев Вот такую книжечку написал Тоже детская Да детская Книжка-раскраска Она очень дешевая Но зато ребенок Может всегда ее Полистать Да и Раскрасить То что ему понравилось Ну и познавательные Здесь действительно Конечно стихотворение Это здорово Детская литература Покупается Слава Богу Еще бы Потому что электронные книжки Это не то для детей Я видела просто Как ребенок Годика два Он пытается рисунок Раздвинуть Как на мониторе Ну это конечно Да потому что уже ребенок Вы понимаете что дети Когда они раскрашивают У них же мелкая моторика Конечно Как он будет пальцем Там двигать по экрану Монитора Да то есть это А между прочим Когда детки Мелкой моторикой Да вот развиваются Да у них развивается Головной мозг Это то быстрее Гораздо То есть мы к сожалению Если мы только уйдем В эти гаджеты И уйдем от печатной книги То мы можем Очень сильно потерять В воспитании наших детей И творчество в них загубить Потому что ребенок Когда читает Он рисует Он читает Он запоминает У него какие-то картинки Образное мышление Это очень важно Дети Они ведь творцы Изначально приходят В этот мир творцами Потом уже Вот как-то жизнь Не даруешь говорят Дети до семи лет ангелы Да так и есть Они же даже в церкви Очищаются без исповеди Да Да поэтому Действительно здорово так И у вас много детских книг Я смотрю Да У нас есть детские авторы Да вот Анна Старостина Из Луховицы У нас такое есть Моему малышу Вот это Веселый огород О так у нее много Это целая серия Да таких книг Да она сама мама Четверых детей И поэтому вот пишет Такие замечательные стихотворения Да мы вот ее открыли Для себя этого автора Из Луховиц Подмосковных А как вы их отыскиваете Этих авторов Или они сами Я вот сейчас расскажу вам Это очень интересно Как это происходит У нас есть сайт Издательства Себросов Если набрать в интернете Все сейчас в интернете Ну да К сожалению Или к счастью Тем не менее Интернет это в общем-то Как кто-то говорит Что это большая помойка Но тем не менее Это еще и метод коммуникации Путь коммуникации Ничего в помойке Тоже жжемчук бывает Бывает да И мы просеиваем Вот это вот Огромные Горы песка Да Вам трудом много Чтобы найти действительно Вот эту золотую песчинку И вот мы находим Как Издательство Имеет сайт На сайте мы регулярно Проводим конкурсы Акции Программы Программы благотворительные У нас есть на сайте Благотворительная программа Восхождение Она называется Где авторы Новые Никому неизвестные Присылают нам Свои стихи На этот конкурс Конкурс программы Восхождение И независимые жюри Не зная кто фамилии Мы только под номерами У нас идут стихотворения Я тоже член жюри И Катюков Лев Константинович Да Вот выдающиеся поэты Подмосковья И России Мы оцениваем Произведение Не зная кто автор Голосуем Каждый Потом мы собираем Эти данные Ну это технология Такая И мы получаем Там 10 из 100 Там допустим Авторов 10 самых-самых-самых Финалистов Потом из этих 10 Мы снова проводим Это голосование Уже более внимательно Читая Разбирая там Стихотворение И вот у нас В конце концов Определяется Несколько призеров И победитель Которому Наше издательство Совершенно бесплатно Выпускает книгу Бесплатно? Бесплатно А есть у вас Открытия Какие-то? Да, конечно Ну вот Скажем так У нас есть Опять же Подмосковные авторы Все-таки у нас Московская областная Организация Записателей России Наша партнерская Организация Вот У нас Петр Васильевич Тимошкин Такой замечательный Автор Он был Мало кому известен Но вот мы его Открыли Таким образом Да И он выиграл Этот конкурс Совершенно заслуженно И вот сейчас Он стал дипломантом Премии имени Роберта Рождественского То же самое Поэт? Поэт Да Прекрасные стихи у него То же самое Можно сказать И там Молодые авторы Сергей Кулешов У нас есть Такой Замечательный Он и поэт И песни поет На свои же стихи Вот И сейчас Он даже Вот у нас Появился такой проект Интернет-радио Сереброслов Где вот Опять же Стихи наших авторов Это ваше интернет-радио Да Прямо Ну на сайте Сейчас можно Сделать Это хостинг Интернет-телевидение Интернет-радио Все это есть Да И в общем У нас даже Да Там люди слушают Хотя конечно Не так много Ну в основном Конечно свои стихи Слушают Или свои песни Ну да Но тем не менее Вот у нас Да Есть авторы Которые у нас Издаются Или которые просто Нам свои стихи Присывают И мы на радио Их постоянно Крутим Оно круглосуточно Работает Потому что это Интернет-радио Ну да Есть Лариса Николаевна Черникова Он нам прислал Свои песни Замечательная поэтесса Она была у нас Героиней передачи Ну да Я знаю Вот ее очень Известная Известная поэтесса Хорошие стихи И песни на ее стихи Исполняет Дмитрий Швет Такой есть Заслуженный артист Тоже был у нас Героин передачи Вот они у нас Вот на нашем интернет-радио Такие Играют Песни Вот Поэтому конечно Это очень здорово И любой человек Который к нам Приходит на сайт Он вливается В нашу команду У нас есть литературный форум На сайте Где можно Выкладывать свои произведения Пусть даже какие-то сырые Только что написанные И тут же Маститые критики Там Сетевые авторы Раскритикуют Могут раскритиковать Конечно Но Все с добром Потому что Ну и я сам модератор Этого сайта являюсь Да Если у нас какие-то там Оскорбления Не дай бог появляются Я просто удаляю Несчадно Это все Потому что нельзя оскорблять Никогда Если человек пришел Новый автор Да Молодой Неопытный Неважно с чем он пришел Да Если он пришел к нам с добром Да Он доверил нам Своё произведение Тут конечно Не может быть Никакой такой ситуации Там Каких-то насмешек Или там Ну если его стихотворение А как вы относитесь Вообще К критике литературной К критикам Я очень хорошо К критикесам Очень хорошо Отношусь к критикам Если они Именно Конструктивны Мы тоже иногда Вот авторы Свои стихи уже приелись Да Мы уже в общем-то Не всегда замечаем А какая-то вот простейшая ошибка Может вылезти Свежий новый человек Пришел Ее заметил И ты с благодарностью Принимаешь эту критику И исправляешь И действительно Стихотворение Начинает Играть другими красками Ну дай бог Хороших критиков Хороших Позитивных Добрых Да Не злых Есть критики Злые Я с вами согласен Они могут уничтожить Которые могут вообще Испортить жизнь Бывает такое Но мы На нашем сайте Как-то вот царит Мир и добродушие Ну опять же Вы православные люди Потому что мы Во-первых Да Люди все верующие А во-вторых В общем-то Я не допускаю Как руководитель Вот этого всего Да Когда начинаются Какие-то оскорбления Я просто удаляю Несчастье Сергей Сергеевич Ну вот Вы поэт Как в прошлой передаче Мы сказали Как все поэты Не от мира сего И вдруг Вот такое издательство У вас Которое в общем-то И как я понимаю Почти убыточное Ну почти убыточное До сих пор Ну где-то Вот мы сейчас Наверное Приближаемся к нулю У вас ведь не только поэзия Поэзию понимаю я Что вы датируете Да Детская литература Хоть немножечко Детская хоть что-то приносит А прозови тоже интересны Вот я смотрю Архивное дело Александр Петренко Похоже что Краснодарский автор Замечательный У нас кстати говоря В Краснодаре Есть большой-большой филиал Нашего издательства Южно-российское Творческое объединение Сереброслов Люди там Местные поэты Возглавляемые Замечательные поэтессы Казачка Светлана и Донченко Обратились ко мне И Денису Минаеву С просьбой А можно мы вот Создадим такое объединение С вашим брендом Сереброслов И под вашим Амафором Как говорится Мы будем существовать Мы конечно дали добро И я туда летаю Получается так Что раз в год Это обязательно В Краснодар И вот наши краснодарские авторы Александр Петренко Например Он конечно не пишет Детективы Как Дарья Донцова У него исторические Ну у вас православные люди Православные люди Да Только Мы конечно не Работаем Это не наш сектор Не наш сегмент рынка Вот раскрученные Да Вот авторы Распиаренные Как это модно сейчас Говорить Да Мы сами раскручиваем Если так можно выразиться Автором И наша задача В общем-то Как издательство Привести Нашу литературу Если так уж Глобально говорить К тому Чтобы больше Люди писали О России О патриотизме О светлых идеях О православии О том Чтобы и люди Чтобы это больше читали Потому что От того Что люди читают В метро Да Или там В интернете В своих гаджетах Этих Да Там Новых современных От этого зависит Их восприятие мира И от этого Зависит в конечном итоге И наша судьба России Как государства Ну и у вас тоже Я вижу православные У нас много православных Написать на тему православия Достаточно быть православным человеком Нас можно назвать так Патриотическое И потом Вы же поднимаете Совершенно неизвестные имена Вы даете Открываете Да Так и есть А у вас же еще журнал Вы не рассказали про журналство Да Сейчас я вот как раз К чему и иду У нас есть такой вот Международный Литературно-художественный Альманах Красивый Называется он Серебряный дождь Как вы любите серебро Радио Серебряный дождь Не имеет никакого отношения Никакого отношения К нам не имеет абсолютно Радио серебро Серебряный дождь Да Но нам просто понравилось А потом Серебряный дождь Это не есть Какой-то вот знаете Узаконенный бренд Это строчка стихотворения Серебряный дождь Моих мыслей Там тра-та-та Вот Причем это в 80-м году Один Мой знакомый поэт Написал Федор Зуев Его звать Вот Ну вот такой альманах Я являюсь его главным редактором Вы еще и главный редактор Да конечно Мне приходится этим заниматься Тоже в свободное естественное время Смотреть работы Которые нам присылают Именно на тему того Чтобы это не было Каким-то китчем Да Вот то что сейчас Современно не нужно А что в этом журнале Стихи Это литературный альманах Абсолютно Да Это литературно-художественный альманах Здесь и стихи Здесь и проза Статьи Публицистические Здесь интересные Публицистические статьи Здесь вот допустим Да вот я сейчас открыл Исторические исследования О русской армии Допустим Да вот взять Вот Георгий Николаевич Гришин Который дворянин Да Я знакомая Замечательный человек Рюрикович Рюрикович Да он Вот У нас вот такое вот исследование Аллеи российской славы В которой мы тоже Сердюков там тоже знаем Замечательный Он кстати тоже краснодарский По-моему Да Он под Краснодаром Город Кропоткин Там он проживает Там у него мастерская Да Но вы не путайте Михаила Леонидовича Сердюкова Который Житель Краснодарского края И к бывшему министру обороны Никакого отношения К бывшему министру обороны Он конечно же Не имеет Слава Богу И если уж Мы зашли Речь зашла Михаилу Леонидовичу Замечательный человек И Он как раз и явился Инициатором этого проекта Аллеи российской славы А в нашем случае Мы как монархисты Да Вот Мы сейчас пропагандируем И участвуем активно В проекте Аллеи романовской славы Это как бы Это как бы Часть Ну да Памятник Царевичу Алексею Вот мы установили уже два памятника Цесаревичу Алексею Святому Страстотерпцу Великому князю Алексею Николаевичу Уже два памятника Один В Николоберлюковском монастыре Подмосковья Там уже установлена целая большая аллея Государей Российских Вот сейчас мы готовим памятник Великому князю Сергею Александровичу Который основал императорское православное Палестинское общество И на мой взгляд Это мученик Когда-нибудь Ну конечно мученик Конечно мученик Да И в Ялте Мы установили памятник Святому Страстотерпцу Цесаревичу Алексею Николаевичу Как раз в главном Кафедральном соборе Ялты Там на территории этого собора Находится православная детская гимназия Имени святого цесаревича Алексея Очень хорошо И именно там Мы вот ездили В сентябре Целой делегации Нашей императорского православного Палестинского общества Членом которого я тоже являюсь Вот И вот мы этот памятник установили Конечно это было для Крыма И это тоже Сердюков? Сердюковский памятник Да Замечательный памятник Очень хороший И вот туда его привезли Это наши пожертвования Это копия памятника того Который в Берликовском институте Абсолютная копия Точнейшая Вот они прям Одинаковые памятники Ну хорошие Но что удивительно Скульптурный портрет Великолепный Это первый памятник цесаревичу На территории России Именно одному Цесаревичу Ну да Обычно это семья Семейные были праздники Да Ой памятники А здесь вот именно Персональный цесаревич Вот первый был в Николоберликовском монастыре Установлен Второй в Ялте И это не предел Ну да Эта серия у вас так и называется Аллея Романовской славы Романовской славы Да Именно Романовской Мы как раз хотим Вот вернуть эти традиции Да Обратить интерес людей Наших граждан К тому что было сто лет назад Мы же сейчас подошли вот к этой Трагической юбилею Ну да Восемнадцатом году Восемнадцатый год Восемнадцатый год Восемнадцатый год И в каком состоянии духа Наш народ подойдет к этому Это очень важно Сто лет это такая дата Такой временной отрезок Я бы знаете Пожелала вам скорее поставить чей памятник Александру Третьему Ведь великий государь Где? В Берлюках В Николоберликовском монастыре Есть памятник государю Александру Третьему В том числе Вот приезжайте Будет время Там такая замечательная Это аллея Романовская слава Там уже их Наверное двенадцать Это тоже Сердюков? Тоже Сердюков Да Замечательно Но выгибаем ты Вы знаете как К сожалению Это мало просто В нашем общественном сознании И в наших средствах массовой информации Это мало уделяется времени Вот этим проектам Да То есть прошел сюжет По Щелковскому телевидению местному И все И все Да А величайшие события На самом деле Вот эти памятники Освещали в это же время Колокольню В Берлюках Да Ведь в монастыре Там была психиатрическая лечебница Долгое время Потом его вернули Наполовину Ну там целая своя история Вот сейчас наконец-то вернули Весь монастырь Русской православной церкви И сейчас Отреставрировали колокольню Открыли Ее Осветил ее Митрополит Ювеналий Прекраснейшее было событие Торжества Удивительные Я естественно Там тоже был И мы об этом писали В наших журналах В Серебряном дожде Об этом мы тоже освещаем Ну конечно Кто у нас Тираж 500 экземпляров Много не прочитает Сердюковских памятников Знаете еще много где? В Русской Америке Да В Нью-Джерси Михаил Леонидович Он дворянин Он кавалер Ордена Святой Анны Второй степени Потомственный дворянин Очень много памятников Вот мы-то О Романовской славе Да говорим О Лее Романовской славе А есть же вообще Военначальники Да-да-да Я знаю И там конечно Космонавты То есть вот все-все люди Которые прославили Нашу Родину Да-да-да И это тоже здорово Но мы-то вот взяли Свой сегмент Это именно вот Государь наши Вот Там Что удивительно Вот приходит В храм В монастырь Родители с детьми Да И видит сразу Вот эту красивую Аллею памятников И дети спрашивают Папа кто это? Папа тоже не всегда знает Но Что замечательно Вот на каждом памятнике Написано Во-первых Кто это? Годы жизни Какой это государь Например Павел Петрович И написана краткая Биография Этого государя Чем он знаменит Что он сделал Для России То есть это просветительская миссия Колоссальная я считаю Вот памятник Да Это архитектура Это слово Которое вот застыло В форме Да Но оно вот В этой застывшей форме Но оно живое И что же там все романы Вы представили? Ну практически все Вот сейчас вот мы будем Сергея Александровича делать У нас же будет Но Сергея Александровича императора Не был Или вообще Вообще романов Великих князей Великих князей Да вот мы Он же основатель Как раз и ППО Императорского православного Палестинского общества И вот если бы не погиб Он трагически Да Он бы Много Тоже сделал И может быть Призадумываются те Кто до сих пор Еще почитают Каляева То есть есть даже Улицы Каляева Слава Богу В Кремле Теперь нет Этого сквера Имени Каляева Ой вы знаете А вот в Ялте Мы ставили памятник Цесаревичу Да Алексею Николаевичу И напротив Была улица Войкова Вот Мы написали письмо Мэру Ялты Что только мы тоже пишем Я не знаю Будет ли это услышано Мы пишем письма уже лет 20-25 Чтобы метро Войковское По-другому назвали Да Надо по-другому назвать Палачи русского народа Любое другое Пусть нейтральное Будет название Но конечно Это надо Надо делать И конечно мы как издательство Мы тоже всячески стараемся Донести нашу позицию До читателей А читатели наши Это граждане России И за рубежом Те кто нас выписывают А выписывают нас Опять же благодаря вот этому альманаху У нас же авторы Из Израиля Из Америки Из Белоруссии Из Украины И каждый кто вот здесь напечатал Из Украины тоже? Да из Украины Есть у нас прекрасные писатели Вот И они заказывают И мы отправляем туда По 20 пачечку 20 журналов туда пошли И там читаем Дорогие журналы? Нет журнал недорогой Он стоит 350 рублей А подписка? А подписки как таковой нет Потому что это альманах именно Маленький да А как периодичность и выхода? Ну мы стараемся Хотя бы раз в квартал Выпускать Но на самом деле Конечно как собирается Потому что здесь же В любом номере Это присылают авторы Свои материалы Мы их уже смотрим Как редакционный совет И определяем Давать, не давать Или давать в усеченном виде Потому что мы же отвечаем За то что делаем На наш конечный продукт Если у нас набрался раньше Допустим Мы можем даже два в квартал выпустить Но такого к сожалению пока не было Все таки народ у нас не очень активный Хотя я призываю Вот пользуясь Как говорится Вашим замечательным телеканалом Обращаюсь ко всем авторам Которые пишут на патриотические темы Нашим замечательным поэтам Прозаикам Детским авторам Приходите к нам В издательстве «Еброслов» На наш сайт www.tvojakniga.ru Или просто можно набрать В Яндексе Или в Рамбле Где угодно Издательство «Еброслов» Вы мгновенно попадете на сайт Там есть все о наших проектах О наших новинках книжных У нас свой есть Там интернет-магазин тоже Сергей Сергеевич Повторю Все таки Для меня вы прежде всего поэт И поэтому Давайте и закончим Нашу с вами встречу С стихами Ну давайте Вот я открыл случайно На самом деле А это самое лучшее Когда случайно А это самое хорошее Может быть и закончим Этим стихотворением Называется оно «Новая дорога» Здравствуй, моя новая дорога Ты открылась мне Под шелест звезд Долго шел к тебе я Очень долго Слишком загостил Все в мире грез Многое в судьбе моей Не складно Много у дочертиков Мне жаль Жаль, что попривык Жить тепло-хладно Дерзостью глуша Души печаль Словно чудом Выживший Печорин Лишь теперь я вышел На простор К радости друзьям Врагам на горе И тупым ханжам Наперекор Верю я тебе Моя дорога Верю вопреки И несмотря Верю Ты дарована от Бога Верю, что нашел Тебя не зря Такая дорога И действительно Наверное Это правильная дорога Я очень рад Что вот Мы на нее встали На эту дорогу И не сворачиваться И дай нам Бог идти И не сворачивать Ну а с помощью вашей В том числе Вашего телеканала Замечательного Я думаю Что у нас все получится И к нам пойдут Многое лето вам Дай Бог А вам дорогие Наши зрители Милости Божией И здоровья Конечно И счастья И радости Наш герой Сегодняшней передачи Поэт Сергей Антипов Я прощаюсь с вами До новых встреч Всего вам доброго Храни Господь Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова